Правительство Москвы утвердило границы почти 300 памятников культурного наследия. Это значит, что теперь вокруг уникальных зданий внутри Садового кольца запрещается любое строительство. Еще не так давно возле храма Воскресения в Кадашах возводили жилой комплекс. Храм Воскресения в Кадашах на высоте 45 метров во всей своей красе. Теперь его территория под защитой государства. А вот прилегающие исторические постройки общественность продолжает отстаивать. Несанкционированная стройка развернулась за пределами Кадашевской слободы. Сейчас она временно приостановлена решением городской прокуратуры после того, как застройщик начал сносить здесь дома 18 и 19 веков. Все эти здания в прошлом формировали историческую среду храма и были его частью. Метеисторическая среда состоит отнюдь не из одних памятников архитектуры и шедевров. Обычная историческая среда – это обычные дома, простые, не защищенные никакими охранными статусами, которые окружают памятники архитектуры и создают ту естественную среду, в которой они возникали и бытовали, в которой мы привыкли их видеть. Наталья – координатор общественного движения «Архнадзор», которая уже несколько лет стоит в ряду защитников Кадашей. На ее глазах в середине мая застройщик, невзирая на запреты, возобновил снос построек. После этого рядовые горожане и люди из различных общественных движений взяли инициативу по защите территории в свои руки. Мы сумели прорваться на площадку и путем переговоров с застройщиком остановить этот процесс. И более того, потом началась так называемая бессрочная акция протеста, когда люди заняли просто фабричный корпус, стали дежурить, чтобы не допустить продолжения сноса до того момента, как ответит прокуратура и другие властные органы, уже все-таки среагируют наконец. На сегодняшний день прокуратура Москвы проводит проверку и выявляет нарушения настройки возле храма. Результаты экспертизы пока неизвестны, но временный запрет на снос построек продолжает действовать. Собственно говоря, окончательное решение судьбы исторических построек не было произнесено. Непонятно все-таки, хотят их сохранять или не хотят их сохранять, но по состоянию на сегодня их не ломают. Тем временем активисты Архнадзора уже предложили застройщику свое решение проблемы. Они порекомендовали восстановить исторические здания вокруг Слободы и приспособить их, например, под гостиницы или студии для творчества. НТД. Москва. Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова